Добрый день, дорогие друзья, с вами Let's Talk МГИМО. Сегодня в нашем университете в коллаборации с GR Club МГИМО состоялась лекция депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яны Валерьевны Лантратовой. Яна Валерьевна, спасибо вам огромное за такую интереснейшую лекцию, за то, что сегодня согласились к нам прийти. Я, конечно, понимаю, что вы уже два часа буквально рассказывали, говорили на эту тему, но всё же для наших зрителей, которые не смогли сегодня присутствовать на лекции, попрошу вас ещё раз сказать, потому что мы ведь знаем вас не только как депутата Государственной Думы, но и как волонтёра, как добровольца. Скажите, почему именно добровольчество и чем оно вас завлекает? Я начала свою деятельность как доброволец. Когда-то организовала большую команду, начинала с маленьких дел, боролась за права детей, выезжала в зону чрезвычайной ситуации, где мы эвакуировали людей, строили дамы, укрепляли территории, вывозила раненых детей из территории Донбасса, вывезли 2700 мам детей, 127 тяжелораненых деток на территорию России. И каждый раз с каким-то особым таким чувством мы реализовывали добрые дела. Самое главное для волонтёра, для добровольца, если брать наше российское слово, то очень важно видеть результат своего труда. Есть проблема, ты помогаешь и видишь результат своей деятельности. И благодаря добровольческому движению в России, а я в своё время создала первую такую добровольческую организацию, Союз добровольцев России, который в 77 регионах представлен, я увидела, как растут и сами ребята добровольцы, которые это реализуют, и людям помогают, и сами растут, и развиваются, и добиваются каких-то очень важных дел, решений. Поэтому для меня добровольчество – это образ жизни, я этим живу, и вокруг меня удивительная команда ребят в разных регионах России, которые как моя семья, и мы вместе делаем этот мир лучше. Ну, наверное, так. Спасибо. Да, но добровольчество, конечно, это очень здорово, это очень важно сегодня. А если вот говорить о вашей карьере депутата, опять же, вы сегодня, конечно, об этом уже рассказывали, но всё-таки повторим для наших зрителей. Как студенту начать строить карьеру ещё вот в университете? Дело в том, что сегодня у нас была достаточно долгая встреча с студентами. Почему? Вначале я им рассказывала некую историю своей жизни, как я пришла к тому, чем я занимаюсь сейчас. Я, как первый заместитель председателя комитета по просвещению, на базе комитета организовала рабочую группу. С одной стороны, она по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, а с другой стороны, это рабочая группа, где каждый студент, школьник, активист может принять личное участие. Каким образом? Выступить на мероприятия, рассказать либо о проекте, либо о своей инициативе. Здесь я готова подключить юристов, помощников, доработать готовую инициативу, если она действительно есть и проработанная, и помочь её реализовать. А мы, со своей стороны, конечно, привлечём все необходимые для этого возможности и инициативу конкретного студента сможем претворить в жизни. Я сегодня рассказывала ребятам, как дети из далёких глубинок придумывали решение проблемы на основании той несправедливости, которую они увидели в жизни. Они увидели, что дети-сироты, выходя из детского дома, не имеют регистрации постоянно и до момента получения квартиры. Увидели, что из-за этого они не могут устроиться на работу, получить льготы, какие-то пособия, и придумали законодательную инициативу, а мы её трансформировали и сделали её закон, и он был принят в весеннюю сессию, был одним из самых главных законопроектов в весенней сессии. И это всё случилось благодаря человеку, который эту инициативу предложил. Поэтому студент может себя реализовать и как собственный какой-то проект от своего вуза, и, с другой стороны, может принимать участие активно в жизни своей страны, формировать и менять законы, помогать в запуске каких-то государственных программ и, собственно, делать мир лучше вместе. И такая возможность есть. Я рассказала ребятам, какая есть технология, как можно связаться, вот через вас можно связаться. И действительно, сегодня получилось так, что очень много вопросов было. Я постаралась максимально ответить на все, мы обменялись контактами. Самое главное, что я видела обратную связь. Для меня самое важное – это видеть обратную связь. Ребята замечательные, студенты чудесные, очень умные, грамотные, с горящими глазами. Я уверена, что у нас будет долгосрочное взаимодействие. Спасибо вам большое за добрые слова. Ну, раз мы заговорили о школьниках, о студентах, конечно, в первую очередь, такой вопрос. Как вы считаете, что сегодня не хватает российскому образованию? И что бы вы изменили, и что планируете изменить? Я уже изменяю, на самом деле. Я безумно горжусь, что я являюсь автором законопроекта по единому образовательному пространству Российской Федерации. Вообще, это главнейший законопроект, который принят, это возвращение к тому лучшему, что было в советской системе. Чем можно гордиться, и что, кстати, многие страны нас перенимали, которые сейчас показывают хороший уровень образования. Мы говорим о том, что теперь Министерство просвещения становится ответственным за все, что происходит в школах. Мы часто говорили об ошибках, которые есть в учебнике, неточность, перевирание информации, все, что есть, к сожалению. А в учебниках, когда мы анализировали это, мы выясняли, что, оказывается, раньше любой человек мог стать автором учебника, даже если он не педагог, даже если он не имеет отношения к педагогической деятельности. Главное, чтобы в ГОСМО он соответствовал, и все. А другого права отказать ему никто не мог в Министерстве просвещения. Сейчас мы тоже эту историю меняем, и это очень важно. То есть теперь за качество учебников, за содержание учебников, за все, что происходит, становится ответственным Министерство просвещения. Теперь появляются обязательные предметы. Школа теперь может сделать лучшее, но обязательную базу обязаны дать. Мы принимаем законы о разбюрократизации той системы, которой работают учителя. Мы сейчас принимаем закон о передаче школ с муниципального на региональный уровень, даем такую правую возможность субъектам. Мы будем возвращать трудовое воспитание в школы. И мы добились принятия того, чтобы курсы начальной военной подготовки вернулись в школу в рамках предмета ОБЖ и так далее, и так далее, и тому подобное. Очень много проблем, которые существуют, мы анализируем из них, делаем те законы, которые принимаются сейчас. И я благодарна здесь, Министерству просвещения, мы с ними вместе эту работу ведём. Очень здорово, конечно. У вас очень много действительно и проектов, и очень много законопроектов вы внесли, как мы все знаем. Но вот интересно, какое своё достижение вы считаете главным на данный момент? Смотря где. В принципе, наверное, в политической карьере. Ну, я не знаю, как сказать, какое достижение. Главное достижение, что я не считаю, что у меня уже есть какое-то достижение, потому что я каждый день считаю, что я должна расти, развиваться, учиться, реализовывать какие-то вещи. И мне каждый раз кажется, что я не успеваю, надо больше, надо лучше. И за счёт вот этого моего желания, наверное, мне хочется сделать больше, и получается объединять удивительных людей, находить эту команду, выявлять проблемы людей. Вот сегодня, за сегодняшний день у меня так называемые две истории победы. Это две истории, когда ко мне приходили люди на приём, рассказывали свою проблему, я вписывалась в эту историю, писала запросы, добивалась решения этих вопросов. Сегодня мы победили, и люди добились вот этой справедливости. А сегодня две истории. Вчера была история. И вот таких историй много. И каждый результат моей работы – принятый закон, спасённая жизнь человека. Справедливость, восторжествующая благодаря моему вмешательству, это маленькие-маленькие достижения, которые приносят мне очень много радости, потому что я вижу результат трудов. Поэтому, но я считаю, что ещё много предстоит сделать, поэтому я не останавливаюсь на достигнутом. Ну да, конечно, у вас очень много, в принципе, достижений, не могу с этим не согласиться. И для многих вы являетесь кумиром, примером для подражания. Мы сегодня на лекции в этом убедились, ребята буквально не отпускали. Яну Валерьевну с лекции. Вопрос в чём? Вот какой ваш рецепт успеха? Можете назвать пять ингредиентов? Я сегодня очень много говорила о вопросе ответственности. Умение, умение брать на себя ответственность – это очень большая редкость. Люди обычно ждут, когда кто-то сделает за них умение брать ответственность. И для меня это очень важно. На самом деле, такая требовательность по отношению к себе. Требовательность, потому что это необходимость. Пусть всегда в душе остается любовь к людям. Вот что бы ни произошло, вот часто мне говорят, вот мы помогали людям, мы разочаровывались, ну как же, не надо ничего ждать. Если вы делаете добрые дела, то не ждите в ответ этих добрых дел, тогда это не доброе дело. Поэтому умение любить людей, ну как желание всё время развиваться и учиться. И на самом деле вера в свои силы – тоже это очень важно. Поэтому, мне кажется, много качеств, и трудолюбие в том числе, много качеств, которые есть, которые нужны, которые нужно в себе развивать. Но главное – не останавливаться. Спасибо большое. Думаю, этот рецепт точно пригодится нашим зрителям. И вот ещё такой вопрос. Мы, конечно, знаем вас как общественного деятеля, правозащитника. Но хотелось бы ещё узнать вас с другой стороны. Все мы знаем, что вы также прекрасная мама. Я себя как маму ругаю, потому что мне сын вчера сказал, говорит, мама, ну когда же ты перестанешь летать? Я говорю, давай летать вместе. Да, но у меня замечательный сын, я его очень люблю, ему 10 лет. У меня есть большое желание, чтобы я могла с ним проводить больше времени. Но я думаю, что он будет скоро мне помогать в моих делах, в командировках. И это будет здорово, если мы вместе будем это реализовывать. Вообще он замечательный мальчик, учится, старается. И, конечно, самое важное, что есть, это сын, это семья, это мои родители. Поэтому. Да, ну вы, в принципе, ответили на мой вопрос о том, какая вы мама. Я так понимаю, наверное, строгая или не очень? Нет, я не строгая мама. Я, конечно, могу поругаться, но я не очень строгая мама. Другой вопрос, что ребёнок видит, как мне няня говорит всегда, что ребёнок видит планку, которую вы себе ставите. И говорит, трудно дойти ему возможность реализовывать себя. И на самом деле просто надо любить ребёнка. Я безумно его люблю. Вот, ну как, это же самый главный человек в моей жизни, поэтому. Да, это правда. Ну и раз мы затронули тему детства, думаю, стоит задать такой вопрос. Все мы в детстве мечтаем. И вы, наверное, тоже мечтали. Можете ли вы сказать, что сейчас, на данном этапе, вы воплотили свою мечту детства в жизнь? Или всё ещё впереди? Я воплощаю. Я думаю, всё ещё впереди. Я очень много о чём мечтала, поэтому, мне кажется, я каждый раз воплощаю. Но мне хотелось, чтобы я могла что-то хорошее, нужное сделать в этой жизни. И вот мне кажется, вот эту часть мечты я, наверное, воплощаю, потому что я очень рада, что мне удаётся кому-то помочь. Но самое главное, что мне очень важно, что, наверное, вот из таких вещей для меня важных, что уже в этой Думе, несмотря на то, что депутат только один год, уже сформирована ровно потрясающая команда молодёжи, с которой я работаю. Это раз. И второе, уже приняты некоторые законы, которые позволяют мне сказать одно, что уже я не зря этот год находилась в Государственной Думе. И это даёт мне много сил. Прекрасно. Спасибо вам большое, Яна Валерьевна. Спасибо. Да, спасибо огромное. У нас сегодня в гостях была депутат Государственной Думы Яна Валерьевна Лантратова. Мы ещё раз благодарим её за прекрасную лекцию и за прекрасное интервью, которое она только что нам сейчас дала. Ну, а с вами был Let's Talk NGEMO. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!